Начало второго на часах, и да, это действительно программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами поделится представитель законодательной власти в масштабах нашего города, депутат Кировской городской думы, предприниматель Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть специальная форма для того, чтобы вы могли задать свой вопрос в особом мнении. И там есть аудио- и видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, позже все программы, в том числе «Особое мнение», выкладываются на нашем сайте, ну или, как вам удобнее, на нашем канале в Ютьюбе. Список у нас определенных вопросов есть, конечно же, но я хочу вот с чего начать. Начну не с футбола. Мы как-то про футбол в последнее время все говорим, мы чуть попозже о нем поговорим. Накануне, если можно так выразиться, шеф городской думы, глава города Кирова отметил 63-летие. Мне интересно, у депутатов принято поздравлять главу городской думы, Алексей, поздравляете как-то особого образа? Ну, конечно, у нас принято поздравлять всех депутатов городской думы. И вчера Владимир Васильевич, я тот также поздравил. А каким образом? Написали, позвонили или что? Ну, просто интересно, по-человечески хочется узнать. По-человечески написал поздравительный смысл. У нас, например, в редакции на день рождения сотрудника принято скидываться. Мелочь, но приятно. Вы там скидываетесь? Мы не скидываетесь. Но я знаю еще, что когда проходит очередное заседание городом, именинников в том числе еще напоминают. Естественно, именинников чествуют, дарят благодарственные письма, поздравительные письма и дарят небольшой подарок. Зачастую это бывает книга, энциклопедия об истории Вятки. То есть здесь партийная принадлежность в значении не играет. Не играет. Депутат, ты как-то вот должен поздравить. Я все-таки поясню вашим словам, если кто-то не в курсе. Алексей представляет фракцию «Справедливая Россия». Все верно. Ну хорошо, 63 года. Такой уже достаточно мудрый возраст главы города у нашего. Сейчас хочу на уровень другого парламента все-таки перейти. Государственной думы. Дело в том, что полномочия нынешнего созыва Госдумы заканчивается как раз-таки на этой неделе. Если не ошибаюсь, завтра это произойдет, 24 числа. Последнее заседание. Ну а накануне, вчера, в Госдуме побывал президент Путин. Он выразил удовлетворенность работой в Государственной думе. Сказал, достойно поработали. Ну вот советую еще обратить внимание на то, чтобы как-то больше заниматься социальными вопросами. Ну и так далее. Быть ближе к народу, что называется. Давайте, Алексей, сейчас попытаемся вспомнить какие-то особые решения Госдумы этого созыва. Что вам запомнилось в положительном смысле и в отрицательном смысле. Когда я готовился вчера к передаче, я, безусловно, вспомнил слово Владимира Владимировича Познера, произнесенное им в 13-м году. Была уж это оговорка или намеренно он сказал. Но он потом, правда, извинился, конечно. Ну, Госдурой он назвал. Все мы помним. Что для вас этот созыв Госдумы, который завершился? Если честно, для меня первое, что обратило внимание вот этим созывам Госдумы, это процентовка тех политических сил и политических партий, которые прошли на выборах. В 2011 году было голосование. В 2011 году партия власти победила с достаточно большим перевесом и получила большинство мандатов Государственной Думы. Ну, если суммировать всех депутатов оппозиционных фракций, их все равно не хватает для того, чтобы перекрыть количество депутатов Евгений Морозов. Да, то есть, это не только в Госдуме, к сожалению. В этой ситуации меня удивило то, что при той оппозиционности и критически настроенным электоратом по отношению к действующей власти, меня удивила все-таки эта процентовка, которая в итоге получилась в результате выборов. И то, что мы увидели результат деятельности этой Государственной Думы, мне кажется, это и показало эту процентовку. То есть, те законопроекты, те партийные или государственные предложения, которые были утверждены в Госдуме, они носили явно провластный, проправительственный характер. И ни для кого не секрет, что, наверное, более 90% тех предложений и законодательных инициатив, которые одобряются в Государственной Думе, они были скинуты, можно сказать, из правительства Российской Федерации. Соответственно, эти законопроекты, эти инициативы носят провластный характер и выгодны, прежде всего, для действующего правительства. Это первое, что меня удивило. Второе, что меня удивило, есть еще одно выражение, помимо того, что вы сказали, как оговор, по опечатку, есть еще одно выражение, это печатающий станок. Госдума этим созывом сделала слишком много запретительных законодательных инициатив. И эти инициативы касались буквально всех секторов экономики, социальной сферы, правоохранительной сферы нашей страны. Мне кажется, для современного демократического общества подобные запретительные меры уже устарели. И они должны носить сугубо прагматичный и системный характер. В данном случае большинство этих мер носило, я бы сказал, эмоциональный характер. То есть, если где-то всплывает какая-то проблема, у депутатов сразу возникает желание, давайте мы тут приглушим. Что-то надо приглушить, закрутить гайки, запретить, ужесточить, ужесточить наказание и так далее, и так далее. Я могу конкретный пример сразу привести. С теми закручивания гаек до сих пор мне обидно, честно признаться, я имею в виду, как автомобилист, это увеличение штрафов. Что было у нас введено с 1 сентября 2013 года, принимало, естественно, Дума нынешнего созыва. На мой взгляд, ужесточили штрафы не то чтобы неоправданно, но непродуманно. Но ужесточили и ужесточили. А вот сейчас мы смотрим на статистику тех же пьяных водителей, их что меньше стало, с введением 30-тысячного штрафа и с введением уголовной ответственности за повторную пьянку за рулем, в статистике говорили, что меньше их не стало. Согласны со мной, не согласны? Да, я безусловно согласен. Вопрос заключается в том, что государство получило этим ужесточением. Государство получило единственное это увеличение поступлений в бюджет от штрафов и пений. Соответственно, хотя бы этот аргумент можно добавить в плюсы вот этой законодательной инициативы по ужесточению. Второй аргумент, все-таки не совсем соглашусь. Статистика показывает, что происходит снижение пьяных автомобилистов, которых задержали сотрудники ДПС. И мне кажется, результат какой-то должен прийти через какое-то время. Какую статистику имеете в виду? МВД. МВД, то есть общероссийская статистика? Общероссийская, да. Не пакировая. Не пакировая. Я просто пакировал больше, все сужу. Читаю ежедневные отчеты ГИБДД, и вроде там то же самое количество, что и два года назад, и три года назад. Это первое. А второе, все-таки государство пошло на попятную в вопросе ужесточения ответственности и штрафных санкций. Например, та же скидка 50% при оплате штрафов. Все-таки, мне кажется, это правильная инициатива, которая стимулирует водителя, нарушившего правила ГИБДД, заплатить как можно быстрее. Соответственно, если он заплатит быстрее, то эти деньги быстрее попадут в кубышку, в бюджет, и быстрее могут быть потрачены для нужд дорожных фондов. Так как известно, что все штрафы и пени за нарушение правил ПТД должны, крайне менее должны, поступать в дорожные фонды. Но, к сожалению, практика показывает, и в Кировской области практика показывает, что дорожный фонд не в полной мере расходуется на содержание дорог, уличные дорожные сети, освещение и так далее. И вот так незаметно мы сосредоточились на очень узкой теме, начали с Госдумы, она же там занимается всеми сферами деятельности, всеми сферами нашей жизни. А система Платона, кстати, раз уж мы об автомобилях говорим, тоже детище нынешнего состава. Система Платона. Ну да, конечно. Сейчас речь ведется о том, чтобы все-таки этот льготный период уже закончить с ним, покончить осенью как раз-таки этого года, и чтобы дальнобойщики уже полную цену платили. Насчет системы Платона скажу всего лишь один пример. Сразу же после введения системы Платона состояние дорожного полотна на советском тракте Кировской области ухудшилось в несколько раз. И все автомобилисты, которые приезжали по этому участку, они это увидели и почувствовали на себе. До сих пор чувствуют. А почему? Потому что водители большой грозных автомобилей стали выбирать объездные пути трассы на Котельничь. Трасса на Котельничь имеет статус федерального значения, соответственно, облагается вот этой пошлиной Платон. А советский тракт имеет статус регионального значения. Пошлиными вот этим платежом не облагается. Соответственно, мы, как автомобилисты, почувствовали это на себе. Алексей, вы начинали с двух моментов. Давайте все-таки уходить от дорожной темы, чтобы можно все особое облияние посвятить. И два пункта вы обозначили. Это все? Все. Все. Вот что-то еще положительное о деятельности Госдумы можно сказать за эти пять лет последних? Что-то вам запомнилось? Вот вы, как предприниматель, что-то было полезное сделано Госдумой именно для вас? Вы жили нормально? Ну, естественно, критиковать легче и критиковать можно кого угодно. Естественно, есть и положительные аргументы, есть и позитивные стороны работы Госдумы. Есть небезосновательные комплименты в ряде вопросов, в том числе связанные с внешнеполитическими вопросами, которые Госдума инициировала и выносила. Есть существенное предложение по экономическим вопросам, есть смягчение политики по преследованиям экономических преступлений и так далее, и так далее. То есть у Госдумы есть, безусловно, и положительные моменты в их работе, но как представители оппозиционной партии и партии, которая является всегда конструктивной оппозиционной партией, я говорю о том, что есть и положительные, и отрицательные моменты в работе Госдумы. Давайте буквально еще минуту этому посвятим, вот еще один момент разберем. Мне еще деятельность этого созыва Госдумы запомнилась тем, что неоднократно вносились законы, законопроекты вернее, о том, чтобы запретить родственникам, близким родственникам чиновников и депутатов заниматься бизнесом. Вот последний, я посмотрел подобный законопроект, был отклонен в мае этого года, совсем недавно. Там речь шла, правда, не о чиновниках, а, собственно, представителях, как Нижней Палаты парламента, так и Верхней Советы Федерации. Касался он родственников председателя Госдумы, председателя Совета Федерации, их замов, главкомиссий, предполагаемые наказания лишения должности. Нужны такие запреты? Мне кажется, этот запрет абсолютно несостоятельен. Почему? Потому что покажите мне пальцем на тех чиновников высокого ранга, высокого уровня, которые до момента своего назначения на чиновничий пост занимались бизнесом и которые в одночасье бросили этот бизнес на произвол судьбы или отдали каким-то там управляющим или каким-то родственникам, которые не ведут эти дела. Вот покажите мне такой пример. У нас таких примеров, мне кажется, нет, потому что любой крупный чиновник, который имел бизнес и имеет бизнес, он все равно им будет управлять прямо, косвенно, через подставных лиц, через офшорные компании и так далее. Но ограничивать-то надо каким-то образом? Я думаю, это ограничение носит сугубо формальный характер. Я думаю, 200 способов и вариантов ухода от этого ограничения может возникнуть. У нас одни занимаются типографиями, находясь на руководящих постах, другие укладывают асфальт и так далее. То есть даже в Кирове масса примеров, не говоря уже о федеральном центре. То есть можно предположить, что такого рода законопроекты это скорее пиар и способ обратить внимание на себя? Это способ обратить внимание. Не секрет ведь, что эти законопроекты это все детище оппозиционных? С другой стороны, можно сказать о том, что это и привлечение внимания, и в то же время это акцентирование внимания на коррупционные проблемы. Она, безусловно, есть и она занимает одну из ведущих позиций в рейтинге проблем нашей страны. И поэтому любая политическая сила, будь она оппозиционная или правящая партия, не всегда будут концентрировать на этом внимание. Потому что избирателю, электорату, который приходит на выборы и голосует, важны все проблемы в нашей стране, в том числе и коррупционные проблемы, как одна из самых главных и важных. У нас сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что эта программа «Особое мнение» и своим особым мнением сегодня с нами делится депутат Кировской городом Алексей Кузьмин. Продолжается «Особое мнение», сегодня это «Особое мнение» Алексея Кузьмина, депутата Кировской городом. Давайте все-таки про футбол поговорим, а именно про, мягко говоря, неудачные выступления нашей сборной на чемпионате мира в Европе. Почему именно тему эту затрагиваю? Я знаком с биографией Алексея, за плечами у вас, Алексей, Дюсш-5, футбол, и вы сейчас продолжаете активно заниматься футболом. Конечно. В том числе с вашим однокурсником Антоном Касановым, небезызвестным для наших слушателей. Так что вы наверняка много чего можете сказать. Я понимаю, что уже много негатива вылета на всю эту футбольную систему наших футболистов. Но вот что-то положительное в итогах чемпионата Европы можно найти для наших футболистов? Я думаю, мы положительно можем найти следующее, что все-таки футбольные власти нашей страны обратят внимание на детский и подростковый футбол. Далеко не вы первый, конечно, заявляетесь об этом. Именно оттуда куются кадры, именно оттуда менеджеры находят профессиональных футболистов и растят их до суперзвезд. Так принято во всех цивилизованных футбольных странах мира. Я считаю, что футбольные школы нашей страны, в том числе и нашего региона, у нас есть здоровый потенциал детей, которые могут превратиться в профессиональных футболистов, если им дать толчок, если им помочь с инфраструктурой, если им помочь на законодательном уровне, если увеличить ассигнование тренеров и так далее. То есть, подождите, речь-то идет о том, чтобы сейчас до основания разрушить, что называется, существующую систему подготовки и строить новую, либо корректировать сейчас как-то? Ни в коем случае разрушать нельзя. Ее надо стимулировать. Футбольная школа – это школа, которая нуждается в поддержке, постоянной. Не могут родители постоянно платить за своего пасынка. Есть, должны быть бесплатные секции. Если секция бесплатна, значит, либо область, либо город, либо государство должно содержать эту футбольную школу. Покупать мячи, покупать амуницию, платить зарплату тренерам. И если государство перестанет обращать на эту проблему внимание, то мы получим результат тот, который мы получаем каждый год на выступлениях различного уровня. Что клубного, международного, что сборные на международном уровне выступают ни шатка, ни валка. То есть, все начинается с детского футбола. Я всегда это говорил. И поддержка футбольных школ на местах, что называется, даст результат. И к 2018 году можно подрастить молодое поколение профессиональных толковых футболистов. В 2018 вы имеете в виду чемпионат мира, который пройдет в нашей истории. Действительно думаете, что нам что-то светит там через пароли? Ну, ведь есть уже действующие сильные футбольно-спортивные школы, где молодые пацаны 16-17 лет бьются за то, чтобы попасть хотя бы в запас основной команды. Есть Спартаковская сильнейшая школа, есть футбольная школа ЦСКА, у Локомотива мощнейшая школа. Не надо забывать про региональные школы, например, Саратовская школа или Самарская школа. Они готовят футболистов для всей страны. Но им надо дать стимул, им надо дать поддержку, в том числе финансовую. Мы же ежегодно государство спонсирует тот же АвтоВАЗ на 72 миллиарда рублей, оказывая поддержку нашему автопрому. Так вот, надо оказывать поддержку нашему детскому футболу, тогда появится результат. Но если говорить о нашем городе, команде «Динамо», которая, ну, увы, тоже не показывает, не то что высоких результатов, а занимает последние, 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 последние. Уже не первый год. У нас с чего начинать развивать? Точно так же. Точно так же. С детского футбола. Кто этим должен заниматься? Аминистрация, правительство области. Не так давно, к сожалению, не помню в каком году, то ли в 2008 году, то ли в 2003, юношеская сборная ЮСУШ-5 привезла в Киров кубок Лиги Чемпионов. Они тренировались на опилках на стадионе трудовой резервы. Ребята тренировались на опилках и показали такой результат. А если им дать качественную инфраструктуру, если дать зарплаты, увеличить зарплаты их педагогам, если подарить или проспонсировать их амуницию, их выезды, их постоянные тренировки и участие в международных клубных турнирах, я думаю, результат не заставит себя долго ждать. С чего начинать-то все-таки? За какую ниточку-то ухватиться, чтобы положительным было движение в этом направлении? Разобраться с деньгами. Разобраться с деньгами? Самый главный вопрос в этом спорте – это разобраться с деньгами. Деньги в этом секторе есть. Вопрос в том, как они распределяются. Хорошо. У нас остается еще несколько минут до рекламной паузы. И хочу перейти к следующей теме, которую мы уже обсуждали в нашей студии. Но все-таки хочется узнать ваше мнение на сей счет. Я имею в виду получение Общественной палаты Кировской области право законодательной инициативы. С второй попытки, что называется, на последнем пленарном заседании УЗС этот закон был принят. Как Вы оцениваете произошедшее наделение Общественной палаты возможности уносить законопроекты в региональный парламент? Как только началось муссирование этой темы, в том числе в СМИ, я, прежде всего, сам себе задал вопрос. А зачем? Зачем это надо Общественной палате? Неужели грамоты, активные, целеустремленные персонали, кто находится в рядах Общественной палаты, не могут выступить на комитете ЗАГСобрания, не прийти в Кировскую городскую думу, выступить со своим каким-то предложением или инициативой? Неужели этого нельзя сделать без статуса законодательной инициативы? Это первое. Второе. Я глубоко сомневаюсь, что Общественная палата с приданием ей статуса законотворческого органа станет печатающим станком этих законодательных инициатив. Я глубоко в этом сомневаюсь, потому что, конечно, результаты покажут и конец этого года покажут, сколько было внесено инициатив, какую роль эти инициативы занимают в жизни общества, насколько они важны в жизни общества, или они будут носить сугубо формальный характер. Например, есть депутаты ЗАГСобрания, которые ежедневно выносят законодательные инициативы, например, внести поправку в закон Кировской области о том-то, том-то, и эта поправка носит статус внесения изменений в двух предложениях или в двух словах. Ну, не то чтобы ежедневно, но, так сказать, регулярно. И тем самым нарабатывают себе авторитет и нарабатывают себе статус законодательного печатающего станка. И перед избирателями, перед партийцами отчитываются о том, сколько сотен законодательных инициатив они внесли. Но на самом деле для жизни общества и жизни кировчан эти инициативы несут, скажем так, маломальский масштаб. То же самое и я переживаю и боюсь за общественную палату. Не будет ли их законотворческая инициатива носить сугубо формальный характер. Все покажет время. Если инициативы будут носить действительно важный и нужный характер, то эта инициатива оправдает себя. А, кстати, на ваш взгляд, кто ближе к народу-то, если уж так говорить? Общественная палата либо наш региональный парламент? Очень хороший вопрос. Кто ближе? Я помню, секретарь второго созыва общественной палаты Андрея Усенко говорил неоднократно об этом в нашем эфире. В споре, по-моему, с депутатами он неоднократно говорил, что да, общественная палата не нужна. Но только в том случае, если вы, депутаты, будете работать хорошо. А все ли члены общественной палаты представляют интересы хотя бы сотни кировчан? Вот задайте себе этим вопросом. В каком смысле? В том смысле, что вот какое-то общественное объединение выдвигает своего кандидата в общественную палату. Либо губернатор, либо комиссия его утверждает. Так вот, это общественное объединение, которое выдвинуло этого политически и общественно активного человека из своих рядов. Так вот, в этом общественном объединении есть хотя бы 100 человек. Отдельно заняться изучением этого вопроса. И далеко не во всех. То есть вы говорите, есть такие общественные группы, совершенно миниатюрные. Миниатюрные, которые формально выдвигают, имея статус общественной организации. Но тем не менее, я не хочу ни в коем мере никого зацепить или оскорбить. Еще раз повторю, время покажет, как сработала общественная палата, имея статус законодательного органа и законосовещательного органа. Скорее всего, не законодательного. Так вот, в конце года мы посмотрим, какие были инициативы. Я считаю, что надо оценивать Кур по осени, считаю. Сейчас у нас реклама небольшая, после чего особое мнение будет продолжаться. Спасибо. И сегодня это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы, предпринимателя. Еще об общественной палате хотим поговорить. Я, вернее, хочу поговорить, предлагаю Алексею. Как известно, на базе нашей палаты создана рабочая группа по контролю за ремонтом дорог. Не только в областном центре, но и в районах. Претензии у них есть к администрации. И, мол, как-то не жалуют они общественных активистов, когда сообщают о том, где будет проходить ремонт, не указывают точный адрес, не приглашают. Хотя администрация, в свою очередь, говорит, что мы созваниваемся и как-то вот общаемся. Ну, ладно. Вот именно такая система введения общественного контроля за дорогами перспективна, на ваш взгляд. Неоднократно заявлялась о том, что если успешно в этом году будет это все реализовано, то на постоянной основе. То есть в следующем году и так далее. Мне кажется, она перспективна, и я целиком и полностью поддерживаю эту инициативу общественного контроля. Я всегда к этому призывал, что наши активные горожане должны сами включаться в процессы контроля за деятельностью городской администрации, областной власти и так далее, и так далее. И мне кажется, в других регионах опыт такого общественного контроля, он показывает, что достигаются определенные результаты, когда либо подрядчики, либо заказчики в виде администрации, они уже начинают не то чтобы побаиваться этого общественного контроля, но они уже имеют его в виду. При планировании закупки, при проведении торгов и при подведении итогов торгов. И непосредственно при передаче уже готового объекта, либо дороги по пути. То есть моральный такой аспект и есть. В том числе. Это первое. Второе. Как мне кажется, есть моменты, которые очень тяжело контролировать непрофессионалу. Например, при строительстве дороги можно найти 200 способов, как сэкономить на дорожном полотне. На качестве асфальта, на сорте щебня, на сорте песка, на подушке, на сантиметровом слое и так далее, и так далее. На ширине проезжей части. В том числе на тротуарах, на бордюрах, которые по идее в тех заданиях в госзакупках обычно прописываются, но зачастую не всегда делаются. То есть есть много способов, которые должен видеть специалист и профессионал, который имеет либо образование, либо какой-то большой опыт общественной деятельности по этому вопросу и так далее, и так далее. Но если в рядах этих общественных активистов, кто будет мониторить госзакупки, проведение торгов и непосредственные стройки, окажутся специалисты и профессионалы, я буду только за и, безусловно, всем, чем смогу, на любом уровне готов поддерживать эту университет. Я напомню, что общественным активистом в этой сфере может, как заявляется, любой желающий, у вас есть желание, или есть желание, но нет времени, я не знаю, лично приобщиться. Я готов лично приобщиться в той сфере, где я почувствую, что могу каким-то профессиональным советом помочь или что-то профессионально увидеть. В сфере дорожного строительства, к сожалению, я не профессионал, поэтому подключаться к ремонту дорог, наблюдая за тем, тот ли битум был залитый, тот ли щебень, тот ли фракций был привезен, но, мне кажется, пока лично для меня нецелесообразно. Если будут активисты, которые имеют статус профессионала в этой возрасте, то, естественно, они должны мониторить. Сейчас у нас будет такая историческая страница в особом мнении. Тему судьбы исторических зданий хочу поднять. Тема, я уверен, вам близкая, вы все-таки историк, выпускник исторического факультета, уже несуществующего университета. Впрочем, как я, я выпускник этого факультета. К сожалению. В середине июня стало известно, что дом Якова Алексеевича Прозорова, известного архитского купца, который находится на перекрестке Ленина и Пролитальской, будет расселен, собственно, пешком поведки. Антон Касанов об этом и сообщил ваше отношение к этой новости. Не только к этой, у меня двоякое отношение. Ну и вообще, да, с историческими зданиями ситуация в нашем городе. Ситуация с этими зданиями у нас, мягко говоря, напряженная. Как и во всех крупных, скажем так, исторических городах всей страны. Но мне кажется, прежде всего, надо спросить жителей этих домов перед тем, как реконструировать это здание, либо сносить и их расселять. Вот общественные активисты, публичные активисты, политики, которые, не зная ситуации по конкретному дому, начинают скандировать лозунги о том, что вот исторические объекты сносят здание, здание превращают в свалку и застраивают новым каким-то современным домом, и выступают с резким негативом этого процесса, прежде всего, им стоит разобраться в этом доме. Вот еще раз хочу сказать, что нужно спросить у жителей, хотят ли они жить в таких барачных условиях. У нас много исторических зданий, которые носят статус полубарачного, многие признаны аварийными и так далее, и так далее. Вот я не думаю, что все жители этих домов так и жаждают, чтобы отремонтировали их фасад и крышу, и оставили внутри дом таким, какой он есть сейчас. Многие мечтают получить новое, хоть какое, но новое жилье, неважно в каком микрорайоне, в каком доме, панельном или кирпичном, но новое, цивилизованное, современное. И зачастую многие даже не осознают, что они живут в историческом доме. Но это я рассуждаю с точки зрения жителей вот этих исторических многих аварийных домов. Но если мы говорим о тех домах, которые носят, скажем так, имеют статус исторических и находятся в удовлетворительном состоянии, которые можно отремонтировать и фасад, и внутри, и капитальный какой-то ремонт произвести, то мне кажется, все-таки во всех крупных цивилизованных исторических городах здания сохраняют. Может быть, наполняют эти здания другим смыслом, создают там коммерческие объекты, офисы, магазины, кафе, рестораны, и пытаются минимизировать, скажем так, жилую площадь в этих объектах. На что, в принципе, городская администрация всегда может мне возразить, что денег на постоянное переселение и переформатирование исторических зданий у города нет. И я, безусловно, человек, который принимал решения по утверждению бюджета на 2016 или 2017 годы, я вижу, что драйв в бюджете колоссальный. Дефицит составляет больше 600 миллионов рублей, и лишних денег на восстановление красоты, исторической справедливости и так далее, мягко говоря, не всегда хватает. Но надо искать пути выхода. Мне кажется, эта проблема будет еще долго всплывать в публичном кировском пространстве. Надо искать пути выхода и заниматься конкретным объектом адресно. То есть отстаивать нужно все-таки, чтобы не сносить. Вот именно этот объект. По каждому объекту, именно по этому объекту, я думаю, мне кажется, я, к сожалению, не знаю по этому объекту и ситуацию, в каком состоянии внутри находятся, есть ли там жилые помещения. Есть. Есть. Люди там живут. А что люди говорят? Вот насчет... А вот людей... Спрашивали. Людей-то вот никто не спрашивал. Хорошо, спросят людей. Мы хотим уехать отсюда. Мы хотим уехать отсюда. Нет, я предполагаю, если они скажут... Например, они собственники этих помещений. Они хотят уехать отсюда. Вот что с ними делать? Как собственники, они имеют полную правду. Вот я про это подбежал. То есть сносить нельзя? Прежде всего, надо спросить у людей. Первое. А насчет сноса или не сноса надо заниматься конкретным объектом адресно. То есть можно его восстановить или не можно? Если давать новое жилье вот этим переселенцам, то это не всегда должны быть бюджетные средства. Зачастую сейчас, и сейчас это в тренде, строительная компания выкупает земельный участок с аварийными, например, деревянными домами. За свой счет переселяют жители этих домов и строят на этом месте новые жилые дома. И когда продают в этих жилых домах квартиры, они уже возмещают свои потери, связанные с переселением. Не всегда у города есть деньги для переселения конкретного дома, который может быть не признан аварийным. Даже по закону не всегда муниципалитет обязан переселять жителей из дома, которые не имеют статус аварийный. Кстати, администрация городская в последнее время сообщала о продаже нескольких исторических зданий, да, я тебе не ошибаюсь? В том числе, да, вот и краеведческий музей на Московской будет продан за смешные деньги с целью его восстановления. Музей, бывшее здание музея на Ленина из Паска тоже так же по такой же схеме уйдет. Есть несколько объектов, которые будут проданы с молотка за какие-то небольшие деньги, но с целью их сохранения. А, с целью сохранения. С целью сохранения, в том числе Спаская-25. То есть там ничего менять нельзя? По логике вещей нельзя. Здание должно будет выглядеть так, как оно выглядит. Здание должно сохраниться. В здании должен был, будет проведен капитальный ремонт. Как будет новый собственник использовать это здание по назначению? Откроет там офисы, магазины, кафе или музеи. Это уже на усмотрение собственника. Тем не менее, само здание должно сохраниться. И я думаю, что такая практика, она положительная. Остается у нас совсем немного времени. Даже не знаю, какой вопрос для обсуждения предложить. Ну давайте хорошо, вот этот проект «Лядский променад», который активно обсуждается в последнее время, как известно, на прошлой неделе. Меценат, автор проекта, автор инициативы этой. Валерий Крепостнов поделился планами. Правда, с пятью десятками только жителей города Кирова. Вы уже читали прекрасно, знаете, да? И «Корресон на театральной площади», и «Два фонтана новых», и улицу Спасскую пешеходную часть сделать не только от Ленина до Казанского, но еще от Ленина до Карла Маркса. Вот как в целом оцениваете этот проект? Ну и, естественно, еще пешеходный мост через Ленину. Мне кажется... Вот одним словом, если знаю, круто, плохо, какое слово приходит на ум? Вообще идея всего этого проекта и всех этих задумок, как мне кажется, носит положительный характер. И не стоит забывать, что во многих крупных российских или европейских городах часто такое бывает, что бизнес принимает участие в реконструкции целых улиц, домов, кварталов. И в этом нет ничего страшного. Вопрос заключается в том, что с жителями надо советоваться. В том числе и по колесу обозрения, и по этому мосту. Я говорю одно и то же, что... Администрация же говорила по поводу колеса, что это не капитальные объекты, тут законодательство не предусмотрено, слушай. С точки зрения законодательства, естественно, это не обязательно. А вы говорите о человечности какой-то. С точки зрения здравого смысла с активистами, просто с кировчанами надо советоваться. Это надо делать через СМИ, через публичное слушание, через встречи с кировчанами и так далее, и так далее. Это что касается публичности. Что касается самого проекта, то не стоит забывать, что... Не понимаю, почему-то все думают, что этот проект носит сугуб благотворительный характер. Мне так не кажется. Это коммерческий проект. Здесь задача получения прибыли. И раз речь идет о получении прибыли, соответственно, надо консультироваться с публикой, с кировчанами по всем вопросам. То есть, на мой взгляд, вроде как все мы имеем право на эти средства. По сути, это бизнес-проект, и этот бизнес-проект носит публичный характер, должен носить публичный характер. Ни в коем случае не выступаю против. Мне нравится сама идея и реконструкции фасадов, и даже мост. Если честно, мне понравилось абсолютно симпатичное заведение, сооружение, которое даже украсит центр нашего города. Колесо, я уже высказывался по этому поводу. Сам проект мне, безусловно, нравится. Его не хватает нашему городу. Вопрос только в месте его расположения. Ну, вот место, оно до сих пор обсуждается, до сих пор, насколько я знаю, находится проект в подвешенном состоянии. Ну, а ваша позиция? Моя позиция... Театральное. Подходящее место? Мне кажется, что нет. Не подходящее? Не подходящее. Сам проект Колеса, безусловно, симпатичен, красив, и даже, может быть, он и украсит центральную часть нашего города. Но место, мне кажется, можно было найти какие-то еще варианты. Депутат с Кировской гордумы Алексей Кузьбин в особом мнении. Особое мнение уже завершается. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.